Дамы и господа, сегодня почетный гость матча из центра 13-й чемпион мира Лео Акимович Каспаров. Добрый день, спасибо, что вы согласились прийти к нам. Дамы и господа, сегодня у нас есть еще один господин в нашей пресс-конференце, 13-й чемпион мира Лео Акимович Каспаров. Гарри, спасибо за что прийти к нам. Доброе утро. Я сначала задам наши вопросы, потом у вас будет возможность задать свои. Я только очень прошу, чтобы было тихо, потому что действительно тяжело будет отвечать очень много людей. Спасибо вам большое за интерес. Гарри Кимович, первый вопрос. Вы знаете обоих этих игроков очень давно, играли с одним из них матч на первенстве мира, с другим не довелось его. Не по моей виду. Да, не по моей виду. Гарри, моя первая вопрос. Вы знаете обоих этих игроков очень хорошо. Вы играли в World Championship match with one of them. Хотя вы не получили возможность играть в 2-м. although, of course, it was not your fault. И первый вопрос. Как вы оценивали матчи обоих игроков до его начала, и как вы оцениваете их сейчас, когда уже почти половина матча завершился? И моя первая вопрос. Как вы оценивали обоих игроков до начала матча, и как вы оцениваете их сейчас, после почти половины матча завершена? Ну, я уже давал достаточно такую емкую, не очень дипломатичную оценку, от самого матча еще до его начала. В данном случае, мне кажется, это не должно звучать обидно, это некая констатация факта. По-моему, это впервые в истории розыгрыша матча на Пьересту Мира, когда официальный матч с законным чемпионом, законным претендентом не имеет никакого отношения кроме вызвания сильнейшего шахматиста Владимировна. Ну, я уже дам по крайней мере, хотя не очень дипломатичная оценка, о том, что до начала матча, никто не должен быть виноват, это просто факт, но это за первое время, в прошлом периоде времени, что в чемпионов мира, с официальным чемпионом и официальным чемпионом, не имеет ничего в том, как-то я давно не помню, что меня переводили с русского на английский. Это просто, на самом деле, результат тех проблем, которые накапливались много лет в системе розыгрыша Пьереста Мира. Это просто результат отмечения многих проблем, которые накапливались в процессе для игроков в World Championship match. Тем не менее, всегда матч на Пьереста Мира характеризуется серьезной подготовкой участников, и поэтому мы вправе ожидать каких-то интересных идей, хоть немного меняющих наше представление о современных шахтах. Но если сравнивать этот матч с матч-минутой, уже состоявшегося после моего ухода, то, соответственно, Крамник Анат и Анат Топалов, то, все-таки, мне кажется, содержать на этот матч им всем уступают. Если сравнивать этот матч с предыдущими матчами, которые происходили после моего ухода, Крамник Анат и Анат Топалов, то, в связи с их конкурсом, этот матч не будет стоять. Сейчас, когда первые пять партий завершились в ничью, свидетельствует ли это о неком равенстве сил, или это просто кто-то из соперников подготовлен с маршиточкой или не выигрывает? Сейчас, когда первые пять матчей в матча закончены, и они были выиграны, это означает, что их силы равны? Или, может быть, один из них готовился? Мне кажется, что есть достаточно очевидная осторожность, которую демонстрируют оба участника, хотя я полагаю, что причины и осторожности могут быть различными. Я думаю, что это довольно очевидно, что двое игроки демонстрируют осторожность, хотя причины для этого осторожности могут быть довольно разные. Если я не ошибаюсь, Вананда выиграл в Классику в 93-м году. Если я не ошибаюсь, то, что последний раз, когда Гельфанд в Классику в Классике был в 1993 году. Да, это правильно. И довольно очевидно, что, в общем, оказавшись участником матча, например, играя с Анандом, Гельфанд, понятно, старается быть максимально собранным, осторожным. И довольно очевидно, что играть против Ананд в World Chess Championship match Гельфанд пытается быть так осторожным и осторожным, как можно. Что касается Ананд, но мне кажется, достаточно очевидно, что он, во многом, потерял тот интерес к игре, который всегда отличал. Что касается Ананд, я думаю, что это довольно очевидно, что он потерял интерес к игре, который всегда у него сталкивает. Я думаю, когда Ананд после этого турнира выиграл, когда Ананд выиграл в первую очередь. Я просто помню, я видел, как Ананд играл в Лондоне, в Лондон 2 декабря. Ну, в общем, Чахбалис такого уровня он по-другому выходит в игру. То есть я много играл с Анандом, и я просто видел эту довольно разницу, довольно необычную разницу в отношении к самому процессу. То же самое было в ноябре в Москве, до декабря. Просто в Лондоне я еще сумел увидеть это вот так вот. Уже находясь, знали. Я видел Ананд играть в Лондоне в декабре, и чест-плеер на этом уровне может иметь другую отношению в игре. И я видел это лично снова в Лондоне. в Москве. То есть, мне кажется, что осторожность, она будет как бы... Добавляться, да? Да, естественно. Ровно потому, что Ананд боится очень проиграть, а Агент, наверное, не верит, что если он проиграет, то сменит. Само...